Одно из ведущих направлений деятельности предприятия «Мурава» – воспроизводство элитных семян. Здесь точно знают, надежный фундамент будущего урожая закладывается еще по осени, в период уборочный. Процесс заготовки семян непростой и многоступенчатый. Это находится склад протравливания зерна. Занимаемся мы подготовкой семян к посеву, протравливанием. Протравливанием озимую рожь, озимую пшеницу, озимой тротикали. Ну, все озимые зерновые. Обратите внимание, после полной подготовки семена упаковывают вот в такие биг-беги. Один мешок вмещает до тонны зерна. И если перед подготовкой оно имело желтый, привычный всем цвет, то после полного протравливания оно красное. Семена отсюда уезжают более чем в 50 хозяйств области и за ее пределы. Нареканий на качество за все время не было. Второе важное направление – молочное животноводство. Общее количество – 4000 голов. Удой на одну корову – около 7,5 тонн молока в год. Здесь у нас и лаборатория молочная. Перед тем, как отправить молоко на молочку, мы проверяем анализы, берем пробы с молоковоза, с холодильника и потом отправляем на молочный комбинат. Хозяйство Мурава по размеру небольшое. Всего порядка 4,5 тысяч гектаров сельхозугодий. Но это не мешает ему работать стабильно и развиваться. Стабильно мы прирастаем по показателям, стабильные зарплаты. Доля государства у нас небольшая, всего 7%. Основные наши акционеры – это все же наши работники трудового коллектива, ну и пенсионеры, которые уже ушли на заслуженный отдых. Поэтому люди знают, что это их часть в этом хозяйстве. Работают добросовестно, поэтому можем и прирастать, можем и где-то показатели увеличивать. Есть деньги, есть развитие. У нас есть диплом, который нас награждал наш Белогропромбанк, как лидеров во всех новшествах. Постоянно и технику мы покупаем, и лизинги у нас были, и теперь тоже мы покупаем лизинг, промлизинг. Задолженности у нас нет, мы стараемся все время гасить. Лучше всего жить по своих доходах. Вот когда расходы и доходы как-то балансируют, тогда получается все. Особенность предприятия – большое число династий. Владимир Корунас – представитель одной из них. Сразу несколько поколений его семьи трудились и трудятся здесь. Сам Владимир Владимирович отвечает за техническое состояние тракторов и комбайнов, а их, к слову, немало. Это 43 единицы техники. Я имею в виду трактора. Из них 4 трактора энергонасыщенных, 7 тракторов 12-21 и остальные трактора, то есть уже ниже класса. Это имеется у нас, значит, 7 зерноуборочных комбайнов, 5 кормоуборочных комбайнов и один свеклокомбайн и свеклопогрузчик. Конечно, безбережного отношения у нас работы не получится. Коллектив – такой у нас уже стабильный механизатор. Все следят за закрепленной техникой, как должно быть. Сплоченный коллектив в «Мураве» считают главным богатством и составляющей успеха. К слову, плечом к плечу стоят специалисты предприятия не только на рабочих местах. Команда из «Муравы» – серьезный соперник на спортивных и творческих стартах. Сильное на предприятии и профсоюзное движение. У нас всегда любой человек может обратиться за помощью. Например, если у кого-то тяжелая болезнь, мы выделяем деньги на лекарства, просто помощь материальную выделяем. Все это согласно и от профсоюзной организации, и также от хозяйства. У нас, если человек обращается, он не остается неуслышанным. Во время посещения успешных предприятий всегда надеешься узнать какой-то особый секрет. Как у них это получается? И каждый раз понимаешь – никакого особого секрета нет. Есть напряженная работа, сильная команда и общая цель. Просто в чем-то даже банально скажете вы и будете правы, но именно на этих китах держится успех и благополучие. В том числе и на предприятии «Мурава». Анастасия Остробко, Андрей Ищерба, Антон Луговкин. Телекомпания БУК-ТВ. Продолжение следует...